Всем привет, друзья! Это озвучка новой 215 главы манги One Punch Man. Если вы хотите посмотреть обзор, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. Друзья, как вы знаете, монетизацию на ютубе отключили. Единственный доход, который я могу получить, это ваша поддержка в виде донатов. Если вы хотите поддержать меня, в описании под видео, а также в закрепленном комментарии, будет ссылка на донат. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня. Если вы не можете донатить, ничего страшного, можно поставить лайк и подписаться на канал. Этим вы тоже очень меня поддержите. И еще, здесь могла бы быть ваша реклама. Чтобы связаться со мной, перейдите в описании, где будет ссылка на мой ВКонтакте. Ну а с вами, как всегда, Аниманго, и мы начинаем! Ван Баншман 215 глава Итог Самое сильное лето, уносимое морским бризом И в тот момент я осознал, то, что нужно миру, это непредвзятое правосудие, а абсолютное непредвзятое зло. Настоящий мир через непредвзятый страх, которого герои просто не могут достичь. Недоделанный мир, созданный героями, просто делает людей самодовольными в их сердцах. И это самодовольство приводит к злодеяниям. Кроме того, люди не всегда несут наказание за свои поступки. В этом принципиальное различие между ними и монстрами. Незовершенный, фальшивый образ мира, который превращает людей во зло. Мир, где вы не можете сделать все правильно, даже для одного маленького уродливого сопляка, которого дразнят в углу парка. В глубине души я знал, что должен был это сделать. Я бы отказался от такого мира. Я бы стал сильнее всех остальных. Я бы стал абсолютным монстром, с которым никакая справедливость никогда бы не смогла покончить. Хм, вы понимаете, что это расследование о неуплате? Вы сожалеете о том, что сделали? А? Отвечай на вопрос, который тебе задали! Прошу, простите нас. Ах, ну и денек. Допрос об ушейбе, который ты причинил, закончился на прошлой неделе. Теперь мы можем, наконец, сосредоточиться на том, чтобы сделать обход и извиниться перед жертвами твоей охоты на героев. Хм. Не указывай мне, что делать. Ты мне не отец. Родители Гару никогда не появлялись во время его арестов. Хм. Возможно, эта старая голова ни на что не годится. Но то, что я могу склонить ее перед тобой, радует меня. Это значит, что она еще на месте. Все, что нужно, чтобы стать родителем, это ребенок. Но ты не можешь стать учителем, не проложив путь для него. Ага. Хм. Ха. Ну и бредятина. Трик, конечно, доставил мне немало хлопот. Но помогло то, что ты оказался в месте, которое было легко найти. Гару! И что теперь? Все-таки нашел меня, старый болтун? Ха-ха. Это не заняло много времени. Ведь я тот, кто показал тебе эти секретные тренировочные полигоны. Возможно, он хотел, чтобы я его нашел. Просто чтоб ты знал, старик. Тебе лучше не заблуждаться. Единственная причина, по которой я вернулся к тебе, заключается в том, чтобы я мог вспомнить свой кулак. Охотясь на героев, я понял, что не могу найти никого другого, кроме тебя, кто был бы достаточно хорош, чтобы продолжать спарринговать со мной на ежедневной основе. Хм. Рад, что соответствую твоим стандартам. Тогда мне врезали так, что я даже не понял, что произошло. И в тот момент я полностью забыл все секреты, которые пробудились во мне с тех пор, как я превратился в монстра. Ааа. О, точно. Ты знаешь, как он поживает? Ага. Он? Терео. Кто же еще? Ааа, ребенок-заложник, который был найден во время операции? Я слышал, что он в полном порядке. Камень-ножницы-бумага. Хе-хе-хе. Похоже, ты монстр, Терео. Сговорились друг с другом. Ладно, понял. Получай, удар рейнджера справедливости. Монстр уничтожен. Хе-хе-хе. Вы думали, что я какой-то монстр? Я герой Гарру-мен. Независимо от того, как сильно меня бьют, я всегда стану на ноги. Идите на меня все сразу, вы фальшивые герои. Ааа, это еще что за предыстория? Не выдумывай на ходу. Правильно. Взорвись или развейся уже. Ээээй, Терео. Ага. Ваган Макон. Ааа. Это сынок того богатенького мужика на римке? Хочешь поиграть у меня дома? Я только что скачал Кинга Мусоу. О, звучит круто. Те-те-те-те, Терео, ты дружишь с Ваган Маконом? А, ага. А друзей можно позвать? А? Эээ, конечно. Он сказал, что можно. Давайте играть вместе. Ооо, ага. Смотрите, это рюкзак ребенка императора. Клево, да? Ооо. Ваган Макон, после того случая ты стал таким взрослым, что я едва могу тебя узнать. Они быстро взрослеют, не так ли? Да, сэр. Говорят, каков отец, таков и сын. Давай же, отец, подвинься. Извините, пожалуйста. Сделай все возможное, Терео. Я собираюсь сделать то же самое. Старик, как думаешь, ты мог бы устроить для меня что-то вроде боевого состязания с героями? Но, те, с кем я дрался после превращения в монстра, был ты, Бомб, Флэш, Бласт и тот странный лысый парень. Сайтама, или как его там. Если я буду разбираться с ними по порядку, я почти уверен, что на этот раз могу достичь пробуждения и без превращения в монстра. Ха-ха, значит, ты уже думаешь, что можешь победить меня? Не забегай так далеко вперед, юноша. Ха-ха. В конце концов, моя спина чувствует себя довольно хорошо с тех пор, как металлический рыцарь провел полное лечение тела. Тебе лучше подготовиться к настоящей тренировке. Ха, валяй. Приемник Серебряного Клыка? Да, Серебряный Клык станет его опекуном и в конце концов представить его ассоциации. Он сказал это, подавая заявление об отставке. Оу, дыра, которую он оставляет, довольно большая. Ее нужно заполнить. Если он достаточно хорош, чтобы заручиться поддержкой такого человека, я бы хотел видеть его в списке как можно скорее. Так каков же этот новичок? Хм, ну, ты же знаешь. Нужно просто подождать и посмотреть. Ой, не надо так. Гарроу. Да? Все, что мы можем сейчас сделать, это довериться Серебряному Клыку. Точнее, на способность Бэнгасона по реабилитации этого парня. Если мы задействуем его, я уверен, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны других героев. Но другого выбора нет. Мы укрепляем наши силы в подготовке к великому пророчеству. Это важнее всего остального. Что ж, мы точно не можем пойти куда-нибудь выпить вместе. Так как ты несовершеннолетний, я думаю, что нет лучшего способа узнать друг друга получше, чем просто приятно поболтать. Есть ли какие-нибудь девушки, которые тебе нравятся? А? А? Какого черта? Ты меня пугаешь! Это может быть Идол или какая-то другая. Хе-хе-хе. Ну, если ты так настаиваешь. Девушка, которая играет желтую гау в гау-рейнджерах. Ее зовут Киира, вроде как. О, актриса из Синтай-шоу. Это застало меня врасплох. О, Синтай-шоу. Это линейка сериалов про отважную команду героев, проще говоря, рейнджеров. Но разве желтые из Синтай-шоу обычно небольшие, сильные, любящие кари, а? Ха-ха. Твоя информация устарела, старик. Давай я расскажу о Синтай-шоу в наши дни. Ха-ха. Ха-ха. И вот, короче, вот так. Ха-ха-ха. Вот так. Ха-ха-ха. 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 Учитель. А-а-а? Ха-ха-ха. О, это огромный малюс. О-о-о. Я надеюсь, что первое, что мы найдем, это мой горшок. Согласен. Ха-ха-ха. Это Кира, которая играет желтую Гау в невероятно диком Синтайе Гау Рейнджеры. Она похожа на маму Гарроу, но в отличие от его мамы, она кажется добрым человеком. Что ж, на этом арка с ассоциацией монстров закончилась. И новая должна начаться уже спустя пару недель. Когда именно выйдет новая глава, не ясно, потому что Мурата заявил о том, что берет отпуск примерно на месяц. Да и нужно подумать, как начать новую арку. Я лично ставлю оценку 10 из 10 всем последним главам. Лично мне очень понравилось решение Вана и Мурата расширить эту вселенную и дать еще глубокий смысл всему происходящему. Я говорю о боге монстров и защитников вселенной вместе с Бластом, которых нам раскрыли. И думаю, в будущем мы узнаем о них еще больше. Друзья, как я уже говорил в начале видео, монетизации на ютубе нет. И если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok